Барнаул, я в нем родился. Для меня вся жизнь практически проходит в нем. Не осталось, наверное, ни одного города в России, где бы Андрей не был. Хоккеист Динамо Алтай часто рассекает с командой по разным городам. И однажды даже жил в Казахстане, город Астана, нынче Нур-Султан. Там он как обычный городок, старенький такой. Когда Астана в то время стала столицей Казахстана, там он начал очень сильно преображаться. Ну и, можно сказать, я не знаю, мини-Нью-Йорк какой-то так получился. То есть все дома светятся, все подсвечивается, все красиво. Но центр города у них реально шикарный. Барнауле, в принципе, меня очень все устраивает. Он начал облагораживаться, набережную сделать, Нагорный парк, Изумрудный парк. Уже появляются места, где можно нормально провести время с семьей, ну там с детьми погулять, походить. Ну, хотелось бы, конечно, строения вот этих поменьше, что у нас все строится, достроится, все. А погулять-то толком негде. Вот эта часть города, конечно, очень нравится. Ночью как бы мост подсвечивается, парк светится. Вот здесь прям достаточно, прям все устраивает. Молодцы, конечно. У нас город достаточно, ну, очень чистый. У нас ребята приезжают в команду, все восхищаются то, что, типа, у вас город такой чистый, прикольный. Мне, допустим, не нравится Новосибирск, как город. Почему? Потому что там постоянные пробки, как-то все серенькое. Ну, я не знаю, кто-то наоборот рвется, а мне, наоборот, как-то охота, ну, подальше от него быть. По словам Андрея, Барнаул тот самый город, в который хочется возвращаться. И он всегда говорит, это столица мира. Из минусов, по его словам, лишь обилие торговых центров и строящихся зданий. А вот плюсы они есть, и, возможно, многих удивят. Чистота, раз, дороги, два. Дороги хорошие? Дороги хорошие, ну, если с Новосибирском сравнивать. А, ну. Дороги хорошие, да. Ну, и, мне кажется, за доброту и отзывчивость людей. Город Барнаул тремя прилагательными, какой он для себя? Красивый, радостный и улыбчивый. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.